Экстрасенс, например, помог в расследовании уголовного дела, помог найти человека, который считался пропавшим без вести. Как реагировать? Вот смотрите, я лично сам на самом деле общался с одним из победителей битвы экстрасенсов, который как раз специализировался на поиске пропавших людей. Знаете, что он мне говорил, когда я его спросил, откуда у тебя эти знания? Ну, во-первых, он не говорил, что он знает точно, он говорил, что он примерно может, да, но он сказал одну очень важную тогда фразу, я тогда еще жил без Бога, он сказал, у нас у каждого есть инструктор, это я дословно его цитирую, который помогает в этом деле. Так вот, эти инструкторы из духовного, естественно, мира, это и есть демоны. Демоны знают очень многое, конечно. Они между собой общаются. Конечно, если кто-то пропал, демонические силы знают, где этот человек. Другое дело, позволит ли им Бог сказать точно или запретит. Ведь демонические силы не самовластны, они не могут делать, что они хотят. Знаете, как один из святых отцов говорил, демоны – это бич в руках Божьих. И демоны, да, они для того, чтобы нас искушать, искушать злом. Так вот, демоны от начала человек-убийцы, это надо помнить, они не могут творить блага для нас, они могут под видом блага делать что-то. Экстрасенс получает знания от демонических сил. Они бывают в разном виде, бывают как мысль, как картинки, некое кино, да, когда показывается, например, при поиске, да, показывается некая область, что человек в этой области где-то вот тут находится, примерно здесь. Причем часто сам экстрасенс трактует то, что ему показывается, вот, и дает приблизительно. Иногда точно. Надо помнить одну простую вещь. Да, кстати, еще скажу, что вообще-то такие люди действительно используются правоохранительными органами. Я могу сказать, что даже некоторые из известных демонов лиц в правоохранительных органах даже обладают такими способностями, которые, конечно же, от демонов. Так вот, учитывая, что демоны могут делать только зло, обращение к экстрасенсу за помощью в поисках человека без вести пропавшего вы тем самым призываете к себе демонические силы. Да, они могут помочь найти человека, но они при этом останутся с вами. А дальше они начнут на вас воздействовать. Поэтому, да, к такой же категории, знаете, так называемые целители, которые вроде бы якобы исцеляют. Но, знаете, в народе говорят, порчу навели. Вот экстрасенсы любят это вообще употреблять. На вас порча. Все вот эти целители и так далее, и так далее, по-разному себя называющие, биоэнергетиками, энерготерапевты и т.д. и они все сотрудничают с демоническими силами и под благом делают зло. Вы вот так поверили экстрасенсу, вот он помог найти. И вы дальше пойдете к ним разрушать нашу душу. И наступает смерть души. То есть состояние богооставленности. Вот. Поэтому как относиться и как реагировать на то, что экстрасенс помог, ну, помог надо закавычить. Тот человек, который обратился, уже попал под демоническое влияние. Вы обратились с злыми силами, они к вам пришли. Дальше с вами будут происходить, как говорят, разные странные события. Поэтому лучше никогда не обращаться никаким ясновидящим, никаким целителем. Под каким бы соусом они себя не подавали, как верующие, обскладывали себя иконами, там, ставили свечи или еще что-то делали, вроде как верующие люди. Это все дьявольская ложь. Поэтому, заканчивая отвечать на этот вопрос, еще расскажу. Если вы знаете такие случаи, как реагировать, знаете, демоны делают нечто, в кавычках, благое, лишь для того, чтобы вы поверили, а потом они вас все равно обманут и приведут вас к страданиям. Это такая заманушка, ловушка. Не верьте. Демоны от начала человека-убийцы. И могут творить только зло. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует...